Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенства, ума и лет. Стал толстеть и, видимо, раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные «Почтенный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников. Не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начал он верить, что все на свете делается просто, вдохновения свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразия. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, Когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, Когда прикосновение красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, Но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, Вслушиваются внимательнее в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслаждение тому, кто украл ее, а не заслужил. Она производит постоянный трепет только в достойном ее, И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью. Пуки ассигнации росли в сундуках, и, как всякой, кому достается в удел этот страшный дар, Он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, Беспричинным скрягой, беспутным собирателем, И уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, Которых много попадается в нашем бесчувственном свете, На которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердце человек, Которому кажутся они движущимися каменными гробами, С мертвецом внутри, на месте сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав. В один день увидел он на столе своем записку, В которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, Приехать дать суждение свое О новом, присланном из Италии произведении, Усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, Который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, С пламенной душой труженика погрузился в него всей душой своей, Оторвался от друзей, от родных, от милых привычек, И помчался туда, где ввиду прекрасных небес Спеет величавый рассадник искусств, В тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется Пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд И в неразвлекаемое ничем занятие. Ему не было до того дела, толковали ли, О его характере, о его неумении обращаться с людьми, О несублюдении светских приличий, О унижении, которое он причинял званию художника Своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердились ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству, Неутомимо посещал галереи, По целым часам заставился перед произведениями великих мастеров, Ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, Чтобы не поверить себя несколько раз Сими великими учителями, И чтобы не прочесть в их созданиях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры, Он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов, Он равно всему отдавал должную ему часть, Извлекая всего только то, что было в нем прекрасно, И, наконец, оставил себе в учителе одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт, художник, Перечитавший много всяких творений, Исполненных многих прелестей и величавых красот, Оставлял, наконец, себе настольной книгою Одну только Илиаду Гомера, Открыв, что в ней все есть, чего хочешь, И что нет того, что бы не отразилось уже здесь, В таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания, Могучую красоту мысли, Высокую прелесть небесной кисти. Вошедший в залу, Чертков нашел уже целую огромную толпу посетителей, Собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, Какое редко бывает между многолюдными ценителями, На этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока И приблизился к картине, Но, Боже, Что он увидел? Чистая, Непорочная, Прекрасная, как невеста, Стояло перед ним произведение художника. Скромно, Божественно, Невинно и просто, Как гений, Возносилось оно над всем. Казалось, Небесные фигуры, Изумленные столькими, Устремленными на них взорами, Стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления Созерцали знатоки Новую невиданную кисть. Все тут, казалось, Соединилось вместе. Изучение Рафаэля, Отраженное в высоком благородстве положений, Изучение Кореджия, Дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего Видна была сила создания, Уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине Был им проникнут. Во всем постигнут закон И внутренняя сила. Везде уловлена была Эта плывучая округлость линий, Заключенная в природе, Которую видит только один глаз Художника-создателя, И который выходит углами У копииста. Видно было, Как все, Извлеченное из внешнего мира, Художник заключил сперва себе в душу, И уже оттуда, Из душевного родника, Устремил его Одной согласной, Торжественной песнью. И стало ясно даже Непосвященным, Какая неизмеримая пропасть Существует между созданием И простой копией Из природы. Почти невозможно было Выразить Той необыкновенной Тишины, Которую невольно Были объяты все, Вперившие глаза на картину, Ни шелеста, Ни звука. А картина, Между тем, Ежеминутно казалась Выше и выше, Светлее и чудесней Отделялась от всего, И вся превратилась Наконец в один миг, Плотно летевший с небес На художника мыслей, Миг, Которому вся жизнь Человеческая Есть одно только Приготовление. Невольные слезы Готовы были покатиться По лицам посетителей, Окружавших картину. Казалось, все вкусы, Все дерзкие, Неправильное уклонение Вкуса Слились в какой-то Безмолвный гимн Божественному произведению. Неподвижно. С отверстым ртом Стоял чертков перед картиною, И, наконец, Когда мало-помалу Посетители и знатоки Зашумели и начали рассуждать О достоинствах произведения, И, когда, наконец, Обратились к нему с просьбою Объявить свои мысли, Он пришел в себя, Хотел принять равнодушный, Обыкновенный вид, Хотел сказать обыкновенное, Пошлое суждение Зачерствелых художников Вроде следующего. Да, конечно, правда, Нельзя отнять таланта От художника. Есть кое-что, Видно, что хотел он Выразить что-то, Однако же, Что же касается до главного, И вслед за этим Прибавить, разумеется, Такие похвалы, От которых бы не поздоровилось Никакому художнику, Хотел это сделать, Но речь умерла на устах его. Слезы и рыдания Нестройно вырвались в ответ, И он, как...